И, соответственно, уже на месте вас смогу немного соориентировать, если вы, конечно, меня послушаете. Ну, вот, как-то так. Сегодня будет строиться день. Пока мы видим, соответственно, потихонечку начну вас знакомить со страной. Страна небольшая, но, тем не менее, история страны, ну, можно сказать, да, действительно огромная, поражает. И не весь, конечно, учебник пятого класса, но, тем не менее, все-таки история пульнических городов, она напрямую связана с Тунисом. Мы начнем с того, что все-таки название страны, то есть полностью звучит, как республика Тунис. Страна молодая, действительно, то есть только в 1956 году она появилась, ну, как бы официально на политических картах мира. Ну, тоже потом к этому подойдем, то есть как она образовывалась, и благодаря кому вообще появилась республика. Как сказал государственный большой, это всего лишь 163 610 квадратных километров. Это площадь страны, и когда говорят о том, что Тунис можно проехать за два дня, это действительно так. То есть с север на юг, с запада на восток, вы проедете и разные климатические пояса, и действительно, знаете, разные народности. Можно будет посмотреть. Почему? Потому что арабы это, ну, далеко не коренное население Туниса. Далеко нет, и арабы сюда пришли только в шестом, точнее, в конце седьмого дека на Шевер. Так, вот мы сейчас тоже дойдем, но я вам поясню, кто здесь был, безусловно, Туарабы. Население страны тоже не такое...